всем добрый день вы на канале вязание от ангелина и зимок сегодня у меня такой интересный разбор узора буду показывать всю схему схема вот такая что там дальше скрыто будем рассматривать следующем видео мастер-классе сегодня мы разбираем вот этот узор а на следующий виде мастер-класс еще добавим и этот пока сегодня у нас вот такой узорчик паучки которые мне очень нравится люблю паучков предлагаю посмотреть всем добрый день вы на канале вязание тангелина и зимок сегодня у меня вот такая схема для разбора достаточно интересная как бы паучки с одной стороны от другой стороны что-то и нет для начала вот этот узор я не разбираю то слишком просто это галочки и туда мы разбираем вот этот узор набираем воздушные петли и первый ряд столбики с одним накидом вот я их провязала а теперь мы начинаем вязание узора достаточно симпатичного который подойдет и для кофточки и может быть для палантины 2 воздушные петли подъема и 2 столбика это у нас такая будет планочка боковая и теперь мы начинаем сам узор смотрите каким образом он вяжется здесь не видно начнем с этого 4 воздушные петли подъема и уже потом идут столбики с двумя накидами мы привяжем 4 воздушные петли 1 2 3 4 столбик двумя накидами внизу 1 столбик пропускаем а второй вяжем и еще один пропускаем следующий вяжем 4 столбика с двумя накидами у нас получится 4 столбика с двумя накидами и 4 воздушные петли как самом начале 1 2 3 4 узорчиков таких существует много они чем-то отличается так один столбик пропускаем и вяжем 5 столбика с одним накидом это между нашими паучками будет такое разделение 45 и опять 1 2 3 4 воздушные петли 1 столбик пропускаем и 4 воздушные петли 1 2 3 4 и немножко тут не петель не хватило для того чтобы узор был идентичный то есть два паучка если для палантина да надо будет рассчитать петли чтобы хватило чтобы одинаковый краешек допустим еще раз два три четыре вяжем боковиночку просто столбики с одним накидом причем если вязать палантин то сбоку вяжем 2 воздушные петли а не ты тогда будет более аккуратно 1 2 3 4 это второй ряд узора 4 воздушные петли оставляем там где были столбики двумя накидами вяжем столбик без накида 1 2 3 4 1 2 3 4 воздушные петли столбик с одним накидом по центру пять раз два три 4 5 и делаем повтор узором второй ряд вяжем повтор узором второй ряд вяжется таким образом раз два три 4 и просто столбики без накида в те столбики которые у нас уже и провязаны 1 2 3 4 4 воздушные петли 1 2 3 4 столбики которые у нас можно их также просчитать и допустим если будем вязать палантин или шарфик просчитать 5 столбиков вначале 5 в конце тут это уже не принципиально я хотела показать вам именно узорчик вот поэтому в самом начале и в конце провязываем набираем столько петелек чтобы было красиво можно 3 можно 5 по центру у нас идет узор паучок достаточно симпатичный теперь еще один дырочек делаем точно так же как и 2 1 2 3 4 4 воздушные петли 4 столбика без накида 1 2 3 4 3 4 и 4 воздушные петли 1 2 3 4 по центру наши столбики которые у нас есть их 5 для красоты я думаю надо для палантин чико 5 столбиков зарезервировать в самом начале 5 столбиков в самом конце это будет оптимально и красиво продолжаем узор 1 2 3 4 воздушные петли 4 столбика 1 2 3 4 тоже получается у нас практически складывается паучок и еще один литочек точно такого же плана раз два четыре то есть узора в центре они у нас абсолютно одинаковые отличается только первый ряд и последний две петли подъема они три потому что ты не аккуратно смотрятся именно со стороны 1 2 3 4 довязываем все вот точно так же как мы с вами уже и висали 1 2 3 4 1 3 4 и довязываем наши между узорные столбики узор простой а смотрится роскошно почки всегда красиво смотрится 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 довязываем три столбика и начинаем вязать заключительный этап нашего узора паучка который можно применить в любом вязание 1 2 2 воздушные петли подъема разворачиваем вязание один столбик второй столбик и смотрите что мы делаем 1 воздушная петелька столбик с двумя накидами вот самый первый столбик то есть мы вяжем практически первый ряд но завершаем 1 воздушная петля столбик с двумя накидами 1 воздушная петля столбик с двумя накидами то есть четыре столбика с двумя накидами между ними одна воздушная петелька и еще одна воздушная петля и мы завершаем вязание провязывая 5 столбиков 12 с одним накидом 3 4 5 покажу сейчас что получается вот такой паучок симпатичный согласно мне тоже нравится люблю пачку довязываем воздушная петля столбик с двумя накидами воздушная петля столбик с двумя накидами вот такой паучок у нас симпатичным и воздушная петля заканчиваем вязание и самый последний рядочек который тоже необходим как завершающий две воздушные петли подъема разворот столбик с накидом что мы делаем как нам завершить этот узор мы провязываем столбики вот они у нас с одним накидом в том же порядке в котором вот смотрите у нас все воздушная петля столбик с накидом столбик с накидом также провязываем столбик с накидом то есть мы заканчиваем вязание столбики с одним накидом в каждую петельку для завершения именно этого узора столбик с одним накидом внизу у нас получается ряд столбиков с одним накидом потом идет узор и после того как мы провязали всего паучка мы опять провязываем столбики с одним накидом весь ряд для того чтобы у нас узор состоялся получился именно уже в законченном варианте этот узор можно вязать сам по себе можно комбинировать с любым другим узором чем он и хорош довязываем все наши столбики смотрим что у нас получается и думаем куда можно применить у меня есть идейка а у вас пишите в комментариях узор несложны симпатичные достаточно я еще покажу в этом месяце вариации этого узора чуть-чуть по другому смотрите вот наш паучок как он вам не нравится получается 1 2 3 4 5 6 7 рядов высоту раппорт узора следующем ряду можно все точно также провязать и у нас будет еще один паучок можно совместить с каким-то другим узором это будет еще что-то интересное что я придумала предлагаю посмотреть на следующем видео мастер-классе а пока огромное спасибо всем кто досмотрел ролик до конца сегодня мы с вами разбирали узор паучки по схеме которую мне призвали мои подписчицы схема вот такая